Личная охрана Джохара Дудаева всегда была организована на достойном уровне, как-никак президент, пусть и не признанной республики. Существует многочисленные свидетельства, что в начале 90-х Дудаева охранили представленные из КГБ специальные люди. По приезду Дудаева в Чечню охрана его возглавил знаменитый чеченский гангстер Руслан Лобазанов, известный среди земляков под прозвищами Лобзик и Рэмбо за увлечение боевыми искусствами. Однако уже в начале 94-го между Дудаевым и Лобазановым разразился нешуточный конфликт, после которого Лобзик навечно стал Джохару Кровником и навсегда ушел в жесткую оппозицию к президенту Чеченской республики Ичхерия. В дальнейшем начальником охраны и службы безопасности Дудаева стал бригадный генерал Абу Арсенукаев, один из наиболее приближенных к нему людей, один из наиболее влиятельных должностных лиц Чечни той поры. В 99-м Абу Арсенукаев занял пост заместителя генерального прокурора Ичкерия. В конце второй чеченской Абу попал в руки российских силовиков. Как не имевший на руках крови, был амнистирован. Но не стал в Чеченской республике чиновником. Личным телохранителем Джохара Дудаева служил его племянник Леча, старший сын брата Бекмурзы. Леча Дудаев командовал спецотрядом Дуки, семейное имя Дудаева, в буквальном переводе «самый-самый». Позже Леча Дудаев стал мэром Грозного, переименованного в честь его дяди в Джохар. В феврале 2000-го не пережил перехода через минное поле из окруженной чеченской столицы. Личным охранником семьи Дудаева являлся Муса Идигов, известный под прозвищем «Мусик». Именно он сопровождал Аллу Дудаеву и ее детей весной 1996-го, когда те пытались через нальчик тайно выбраться за границу и попали в ФСБ. Нынешняя судьба Мусы Идигова доподлинно неизвестна. По одной из версий, он ушел из жизни. Отметим, что в Чеченской республике Ичкерии также существовала особая президентская гвардия Джохара Дудаева, набранная из лучших и наиболее подготовленных в военном плане юношей республики. Четверо же лучших бойцов президентской гвардии несли охрану самого главы Ичкерии и его семьи. Как мы видим, охрана первого президента Ичкерии организована была на достойном уровне. Подобраться к нему оказалось делом крайне непростым. Российские силовики смогли нейтрализовать Дудаева лишь при помощи ракетного удара с самолета. Также стоит отметить, что желающих поквитаться с Джохаром Дудаевым уже в самом начале его правления находилось немало, как в Москве, так и среди самих чеченцев. Кто-то стал его кровником, кто-то хотел оспорить его непомерную власть. Иные явно видели, что Дудаев своей политикой полным ходом толкает Чечню к войне и надеялись это предотвратить. Так, например, неудачно разобраться со стоящим на трибуне президентом Чеченской республики Ичкерия, выстрелив из гранатомета еще в 1993-м, пытался будущий герой Российской Федерации Саид Магомед Какиев. Субтитры создавал DimaTorzok